Дневной разворот Все пешеходы так думают Я вот как водитель так себя не чувствую Сегодня опять напряженка, да? Напряженка ужасная причем Да, где же наши снегоуборочные машины? Кто их видел в последний раз? Ой, простите, ночью-то, наверное, все-таки Они были на улицах нашего города А теперь вот да, припаркованные машины, конечно, создают И, кстати, меня, знаешь, очень ситуация беспокоит У областной больницы что вообще происходит? Ты там проезжаешь? Там запрещали въезд на парковку, насколько я понимаю И сейчас все вот эти пациенты, приехавшие Они тут занимают правый ряд И, соответственно, только одна лишь полоса Остается для движения, если ехать Поваровского в сторону Ленина Кстати, это очень хороший вопрос Если у нас до конца года состоится интервью С Дмитрием Курдюмовым Надо будет спросить Потому что сейчас ведь идет все-таки Какие-то серьезные изменения В том числе в инфраструктуре больниц Что касается действительно приезжающих На машинах Это я как раз на днях об этом задумалась Потому что чем больше у нас будет привлеченных Чем больше будет привлеченных пациентов Тем больше будет машин То есть где они будут парковаться Как их будут размещать Куда их будут перенаправлять Логистика Это такой серьезный вопрос В принципе в нашем городе А вот что касается больниц Ты абсолютно прав В особенности Потому что ведь еще Время очень здесь важно Скорость доставки Где ожидать, понимаешь? Где эту машину оставить На несколько дней Если человек приезжает Именно на машине Даже не на несколько дней На курс лечения он длится сколько? Две недели? Больше? Больше? Сейчас не длится столько Не длится? Слава богу, что я не знаю Сколько сейчас длится Мне кажется, что безусловно Конечно же власти об этом задумываются И мы с тобой не можем ничего сказать сами Это нужно будет спросить обязательно Да, да, да Безусловно, да Говорим мы часто о медицинском туризме Но вот этот вопрос Я думаю, что здесь Дмитрий Александрович Приезда сюда Дмитрий Александрович должен дожать этот вопрос Потому что если мы привлекаем людей Из других регионов зимой И они вот в такое попадают Как у нас сейчас Плюхаются во все это Это мы сильно подведем Ладно, мы начинаем Поскольку накипело немножко Все мы знаем Все мы в одном городе живем И знаем И ходим И ездим Ну ладно Оставим для этого другой день Для обсуждения этого А теперь по повестке сегодняшнего дня Со второго часа традиционно начинаем Будем ждать в нашей студии Секретаря общественной палаты Кировской области Александра Галецких Александр Александрович придет к нам Для того, чтобы подвести итоги работы Общественной палаты В 2017 году Ну слушай Ты как член общественной палаты Как этот год оцениваешь В двух словах Для меня налицо рост Какой-то активности Он есть Я с тобой совершенно согласна Это действительно так Я правда не могу сравнивать С тем, что было 5 лет назад Или 10 лет назад Я в палате не состояла Сейчас, конечно, как член общественной палаты Я еще больше вижу Чем даже мы с тобой здесь выносим В эфир каких-то вещей Я считаю, что палата По всем проблемам С которыми обращаются Горожане, жители области Отрабатывают по полной программе И не раз возвращаются К самым серьезным проблемам Достаточно вспомнить Проблему ТБО Которая именно была Поднята в общественной палате И с ее подачей Стараются конструктивно Ее все-таки решать И урегулировать вопрос Между жителями и властью И вот тему, которую мы сегодня С тобой берем в первом часе Она тоже с общественной палаты Это проблема хоккейного клуба Родина Это подтверждает только Потому что Давай сразу процитируем Общественная палата Сама предложила И хоккеистам И управленцам Хоккейного клуба И властям И всем заинтересованным Сторонам Встретиться И попытаться Еще с помощью Общественной палаты Каким-то образом Урегулировать этот вопрос Или даже больше Я процитирую Как раз Александра Александровича Галецких Он придет еще к нам У него тоже спросим Но он сказал, что Мы предложили собраться Здесь всем заинтересованным сторонам Хочу, чтобы мы вникли В суть ситуации Обменялись мнениями Давайте подумаем Как с помощью ресурсов Общественной палаты Двинуть эту ситуацию В сторону улучшения И Александрович там порекомендовал Или посоветовал Обратиться к губернатору Еще в том числе С Игорем Васильевым Обсудить этот вопрос Я думаю, что губернатор Конечно думает об этом Постоянно Только мы не знаем На какой сейчас позиции Стоит власть Потому что На собрание Которое 17 декабря состоялось В общественной палате Представители власти Пришли в лице Анны Альминовой В самом конце Собственно говоря Этого обсуждения Приглашали депутатов УЗС Ни один из них Не пришел Не было Я не знаю Не приглашали По-моему город Но судя по материалам Которые мы видим В СМИ Город Отстранился От решения Этой проблемы И я даже Подозреваю Почему Вот Но мы Сегодня попытаемся Выяснить Действительно Что сейчас происходит На какой мы Находимся Ступеньки Какие решения Принимаются Или не принимаются Может быть Этот вопрос Вообще заморожен Тогда с какими целями И приглашаем вас К этому разговору Слушатели 211-101 Номер телефона Прямого эфира 211-101 На сайте Hackerava.ru В нашей группе Вконтакте Есть опрос Происходящий С командой Родина Насколько вас волнует Волнует Не волнует Пока не определился Не знаю подробностей Вот расскажите мне Мы сегодня будем рассказывать Смотрю результаты в частности На странице Вконтакте 70% голосуют за то Что волнует Волнует Происходящее с Родиной Ну мы как обычно Честны перед вами Я расскажу Немножко предысторию Накануне наша команда Родина выступала В Москве Играла с московским Динамо Я дозвонился Игорю Васильевичу Загоскину Главному тренеру Нашей команды С приглашением Сегодня к нам прийти Вот к 11 часам Игорь Васильевич Выразил согласие Сказал Приду Обязательно обсудим Я ему сказал Что вы Вот только вы Как главный тренер У нас выскажитесь Больше никого Не будем привлекать И сегодня утром звонок Игорь Васильевич Дозвонился Ну не в редакцию А нашим коллегам В коммерческий отдел И сказал Что руководство Мне заявило Что ваш Приход Ну Не на нашу радиостанцию А вообще В принципе Ваше общение со СМИ Вот такое расширенное Откровенное Пока нежелательно Ну Володя Можно жестче сказать Запрет Это запрет Это запрет нахождения в СМИ Прямо сейчас В этой ситуации Мы Я так понимаю Игорь Васильевич Подключаем по телефону сегодня Да Я думаю нет Или подключаем Нет У меня вот написано Например здесь Сейчас мы выясним У наших продюсеров Но я например Могу понять Почему Бывают такие распоряжения Бывают такие моменты Вот определенные Когда критическая ситуация Прямо сейчас Решаются Какие-то важные там Аспекты В которых Ненужная Как это называется сейчас Хайп Ненужный хайп в СМИ Может только помешать Излишний треп какой-то Да Может только помешать Потому что иногда Переворачивается ситуация И Что там Греха таить Мы ведь обсуждаем И даем возможность Обсуждать с разных сторон В том числе И тем людям Которые не разбираются В вопросе Но хочется например Там просто Высказаться И очень часто Мы высказываемся В том числе и негативно Вполне возможно Что это сиюминутное решение Прямо сейчас И может быть Вот мы с тобой здесь Сидим в этой студии А напротив нас В сером доме Уже решается этот вопрос Но это может быть Это может быть Конечно Не исключено Важно чтобы эта ситуация Не продлилась И запрет на освещение Этой темы Понимаешь Не был таким долгим Навсегда Чтобы в конце концов Было принято какое-то решение И оно было озвучено И это решение было Если Вот понимаешь Разные могут быть ситуации Либо согласовать со всеми Что сложно бывает Очень много разных мнений Либо принять Как это у нас любят называть Политическое решение Раз и все И хватит уже разговоров И еще я кстати Хочу напомнить В том числе и в этом вопросе С командой Родина Уважаемые наши слушатели Все те спикеры Кого мы привлекаем К нашим эфирам К их организации Эфир прямой Мы его делаем вместе с вами Мы ничего вырезать не можем Прямее как говорится Не бывает Мы ни в какую сторону Не можем склоняться Не можем в прямом эфире Подделать под кого-то Под одной из сторон Мы вместе с вами работаем Так что не бойтесь Общения с нами Не нужно это делать У нас конечно с Володей И собственное мнение По поводу там Родины Кстати говоря Они практически Может быть противоположные Но для того Чтобы там никого Сегодня не задорить Мы даже их высказывать не будем Да Свое отношение к этому вопросу Отдаем вам возможность Высказаться 211-101 Безусловно Ну что Десятое поражение В чемпионате страны 6-2 Накануне Родины Проиграла Московскому Динамо Повторная встреча будет В пятницу В нашем городе Начало матча 18-30 Много конечно Интересного было сказано На встрече В общественной палате И надо сказать Что мы сегодня будем Связываться и с Владимиром Стариком Это директор детской Хоккейной школы Родины Буквально через 2 минуты Он будет с нами После перерыва И Марина Николаевна Копырина Заместитель секретаря Общественной палаты Кировской области Которая тоже принимала В этом круглом столе По поводу Родины И Андрей Альбертович Маури Тоже будет с нами на связи Это исполнительный директор Попечительского совета Хоккейного клуба Родина Вообще деятельность Вот как ты оцениваешь Попечительского совета Помнишь с каким воодушевлением Мы восприняли эту новость Что вот создан этот орган Я не восприняла Я так не хочется сегодня высказываться Я даже обещала тут слушателям Что я не буду высказываться Давай просто будем спрашивать сегодня Правда Потому что действительно я чувствую Что ситуация очень острая И самой бы не хотелось Там ничего никуда подливать Ни в одну сторону весы склонять Ни в другую сторону весы склонять Мы сейчас прервемся буквально на полминуты Напомню Это разговор с вами Горожане Что вы думаете О судьбе хоккейной команды Родина И у нас прямой эфир 211-101 Владимир Стариков Директор детской хоккейной школы Родина С нами на связи Владимир Дмитриевич Добрый день Добрый день Прежде всего я хочу сказать Что я не директор хоккейной школы Родина Да Простите Уже давно Уже два года Вот Поэтому Вот Все что я скажу Это будет мнение Любителя хоккея С мячом Со стажем И никакого Официального Мнения По отношению К руководству клуба Оно не имеет Хорошо И можем даже не говорить Что вы были главным тренером Да Можно даже не говорить Хорошо Я просто Любитель хоккея С мячом Со стажем Ну давайте порассуждаем Вот Владимир Дмитриевич Это что Смерть Так сказать На исходе Вы уже все Я так сразу Прямо спрошу Родину ждет Судьба Динамо Либо вообще Родины не будет В скором времени Нет Нет Ну во первых Вот здесь Вот Позавчера Состоялась встреча В общественной палате Вообще Я благодарен Далицкий Конечно Секретарь общественной палаты Сидел гибко Собрал Вот другое дело Почему Не было От Министерства спорта Ни Парминовой Ни Альминовой Почему не было Гончарова Германа Которые тоже Имеют отношение В доказательном собрании К спорту Вот никого не было Собрались люди Которые заинтересованы И между собой Поговорили О путях выхода Из создавшейся силоты Другое дело Что Александр Александрович Гавельский Да Принял решение Вот На основании Этого разговора Обратиться к губернатору Это да Есть выход Есть выход Первое Это формировать Очень четкий бюджет Команды В порядке 70-80 миллионов рублей Каким образом Это уже другой вопрос Провести Очень четкую Трансферную политику С уклоном на то Чтобы вернуть Вот В настоящее время Команды Суперлиги В командах Суперлиги Играют 17 игроков Родины И если Провести Трансферную политику С возвратом Этих ребят Никакой смерти Мы можем быть Очень приличным Выгодить Но вы поймите Хоккей с мячом Это не Не просто игра Для жителей Города и области Это социальное явление И от мафии От него Как от назойливой мухи Нельзя Это у любителя со стажем Просто нагорело На сердце А кто на ваш взгляд Отмахивается Мы-то не Судя По Позавчерашней встрече И министерство спорта И законодательное собрание Кировской области И Городская дума Я даже не боюсь Это слово сказать Владимир Дмитриевич Вот такой вопрос То есть Когда вы собирались 17 числа На площадке Общественной палаты Целью было Услышать Какие-то решения Принятые правительством Или городом Или вам нужно было Чтобы вас просто выслушали Какие цели были А цели были Конечно Чтобы выслушали Мы очень четко Знаем нашу позицию Любителей хоккея с мячом И выходы С возраста С ситуацией Там вопросы были И по школе Вот Принятое решение Правительства области Об Выхода Хоккейной школы Родина Из хоккейного клуба Родина Это неправильное решение На наш взгляд Во всем мире Школы Хоккея с мячом Детские школы Они всегда При командах И первым пунктом Работы этих школ Является Воспитание Резерва Для команды Мастеров А потом уже Все остальное Владимир Дмитриевич Еще такой вопрос Вы знаете позицию В том числе И президента Российской Федерации Она многократно Повторялась И в том числе На уровне ПФО Бабич недавно Говорил Что профессиональные Спортивные клубы Должны содержаться На частные деньги А государство Будет развивать Детский И массовый спорт Вот есть уже Позиция государства Чего вы ожидаете В таком случае От правительства Кировской области Я ожидаю От правительства Кировской области Решение Этого вопроса Привлечение Допустим Каких-то Спонсорских Привлечение Других моментов Но ведь так-то нельзя Подождите Давайте так Бюджет Команды Волга 100 миллионов Бюджет команды Архангельска 80-90 Это что Почему люди Там находят А почему В Кирове Не могут У нас что Хуже люди И умы другие Или мозги другие Тем не менее Там команды есть И играют И народ Ходит По 8-10 тысяч Понятно Спасибо Владимир Стариков Директор детской Как представить Владимир Любитель Нет просто Любитель Владимир Дмитриевич Вот еще один вопрос Все мы прекрасно помним 2006 год Бронзовые Медали Чемпионата страны Под вашим руководством Собственно Скажите пожалуйста На ваш взгляд Когда Когда мы свернули Влево Или вправо Не знаю Не на ту дорожку Когда началось угасание И с чем это было связано Скажите Когда команда Родина Стала заложником Политических амбиций Когда нужно было Выборы делать И губернатору бывшему И так далее Родина Родина А когда значит Прошли выборы Родина не стала Не нужна никому То есть она как карта Ее разыграли Она как игральная карта Был во всех И на стадионе Когда мы играли Было 10 тысяч Народу 8 Специально шли Значит эти Лозунги Выборов И так далее И так далее Про кандидатов Говорили как все закончилось Родина никому не нужна Спасибо Спасибо Владимир Стариков Любитель хоккея с мячом Но смотрите Сейчас цитирую Тоже по материалам СМИ Бюджет на 16-17 год Надо вспомнить Что не бывший губернатор А нынешний уже губернатор В роли в Рио Принял решение Создать общественный совет Он был утвержден По прикидкам Попечительский Попечительский совет По прикидкам Бюджет колебался От 126 до 140 миллионов рублей Но Было 92 миллиона Рублей Долго Была поставлена Задача бюджета Родины оптимизировать С учетом долга Перед федерацией Хоккея с мячом На этот год Планировалось 76 миллионов Фактически На сегодняшний день Мы получили 30 миллионов Говорит господин Маури Которую мы хотим Тоже подключить 30 миллионов И дальше он говорит Что есть неприятные Самые неприятные долги Это долги перед игроками Которые уже ушли И которые уже Сейчас остались То есть речь все время Идет о деньгах Я напоминаю все-таки Я еще раз напоминаю Что попечительский совет Создавался тоже В тренде Федеративном Когда Не раз уже заявлялось На высшем самом уровне Что профессиональные команды Должны поддерживаться Коммерческими структурами Сейчас у нас на связи Марина Копырина Марина Николаевна Замсекретаря общественной палаты Кировской области Да Марина Николаевна Вы с нами? Да Марина Николаевна Здрасте Да Значит 17 числа 17 числа состоялась Инициированная Общественная палата И лично Александром Александровичем Галицких Встреча Мы так понимаем Что по большей части С игроками родины И с представителем Попечительского совета Господином Маури Не пришли представители ОЗС Не пришли представители правительства В самом конце Анна Альминова Только пришла В итог этой встречи Ну Решено было Обратиться все-таки В правительство С письмом И указать На все проблемы Которые были обозначены Нам и игроками И руководителями Попечительским советом С тем Чтобы команду поддержать Потому что на сегодняшний день Нам дают информацию Только о том Что команда проигрывает Уже девятую игру проиграла О том что Десятая Из команды Двенадцать игроков Ну вот Ушло двенадцать игроков Поскольку нет Варплаты Очень длительное время И по сути За команду Играют дети Из юности Поэтому я считаю Родина всегда была Нашей гордостью Когда они занимали Призовые места На уровне мира И правительству Даже в той части В которой они могут Это сам лед Стадиона Это под Трибунные помещения Которые находятся На балансе Правительства области Здесь хотя бы Помогли Изыскали деньги Для того Чтобы отремонтировать И привести В надлежащий вид Ну и конечно Надо всем миром Уж помогать В плане того Что если действительно Бюджетный кодекс На сегодняшний день Не разрешает Правительство области Содержать Профессиональные команды Значит надо Пить во все колокола Привлекать Всех предпринимателей Которые Как говорится С миру по нитке Голому рубашка Но Родину Надо спасать Марина Николаевна Попытался Игорь Васильев В прошлом году Создать попечительский совет И там больше десятка Было попечителей Мы знаем С каким скрипом Попечители входили В этот совет Они здесь нам В этой студии Об этом говорили Сейчас ни одного Попечителя Кроме Андрея Маури Вообще нет нигде В информационном поле Никто не говорит Давайте спасать Мы готовы вложиться Ни один человек Как мы их Можно стимулировать Ну вот в других регионах Вопросы ведь решаются Я думаю Что это все равно От правительства Области зависит Если Игорь Владимирович Соберет у себя Тех Кто может реально Помочь И так сказать Бросит кличи А задачи То я думаю Что они откликнутся Марина Николаевна Бизнес это бизнес Какие выгоды Они видят тогда Для себя Что это значит Просто стрясти с них деньги Или все таки Дать им какие-то возможности Использовать свое попечительство В целях развития бизнеса Так просто Знаете Каждый может прийти И сказать Ну-ка дайте нам на это Дайте нам на это Потому что мы любим Хоккей, пиццу И еще что-нибудь Ну что это такое Нет Ну здесь есть какие-то Понятно Что преференции Какие-то должны быть Я большая любительница пиццы И считаю Что весь город должен Чтобы печь каждый день По пицце С размером С театральную площадь У меня такие убеждения Нет Ну у нас ведь есть И налогообложения Которые существуют В том числе Для бизнеса Есть налоги разных уровней В том числе Там местные Региональные Федеральные Вы имеете ввиду Льготы? Льготы? Да Я имею ввиду Что если мы не можем Касаться федеральных Льгот по налогам То на уровне региона На уровне местного Самоуправления Правительство Вполне может Решать вопросы По льготному налогу Мария Николаевна А вам не кажется Что здесь просто Такой подход Я люблю или не люблю хоккей Вот потому что Даже уже Мастодонты нашего хоккей Говорят Я не буду называться Там директором Или там тренером Просто любитель И хоккей Это уже такой символ Нашей области Давайте его поддерживать Ну либо давайте Мы брендируем Нашу область Как центр Там Хоккея с мячом И под это дело Будем заводить деньги Чтобы хоть какой-то Механизм дать Бизнесу Бизнесу Да И туристов привлекать Либо Скажем что Друзья Вообще никаких исследований Не проводилось Насколько вообще Наше население Готово платить деньги Чтобы ходить на матчи На какой стадион готовы ходить Можно ли в этот стадион Вкладываться Вернутся ли эти спортсмены Что мы на уровне федерации получим Или на уровне мировом Но это все как-то так знаете Разговоры за столом Что спасать не спасать Скинемся деньгами не скинемся Кому это надо Или кому это не надо Вот я это вижу совершенно Не вижу профессионального подхода Где тут цимис Где тут выгода какая-нибудь А вот мониторинг По-моему Никто не проводил Конечно Это конечно большой минус И в плане того Что спасать не спасать Я считаю спасать Потому что не так много Каких-то брендов И каких-то достижений В Кировской области Которыми мы могли бы гордиться И которые необходимо поддерживать Достижения себя дискредитировало Ни одного выигранного матча Какое тут достижение А как они выиграют Если по сути Игроков-то взрослых Нет в команде Я удивляюсь Вот два игрока Были у нас присутствовали На встрече Как они еще держатся Чисто на патриотизме Наверное Или на помощи родственников Так вы видите К чему мы приходим Давайте поможем Спасем бедных несчастных Заплатим Значит У них раздевалок нет Этого нет Давайте денег соберем Но вот Когда так приходят Я бедный несчастный Дай мне денег Просто за то Что я хороший Кто же их даст Что они бедные И несчастные Оно ведь действительно так Кто-то у нас работает Месяцами без зарплаты Нет Все считают Что если они работают Они должны У нас нет Пусть переквалифицируются Зачем Нет Они переквалифицируются Они и так вынуждены Зарабатывать себе Вот в период Между Когда они должны Готовиться к матчу Они должны себе Зарабатывать на хлеб насущий Потому что Говорили о том Что они там И на строительные Какие-то работы ходят И какие-то там Плитку ложат Еще что-то делать Они-то переквалифицируются Но реально Команды не будет Не будет А кому она нужна Вот кому Я считаю Что область Она нужна Ну нельзя говорить За всю область Область это люди Ну это мое мнение Я ведь Марина Николаевна Сами понимаете Нарочно немножко Дожимаю Я дожимаю Потому что По моему мнению Подход изначально неверный Мы говорим Мы жалуемся Что вот Денег нет Денег нет Давайте спасем А для чего Спасем Ради сохранения символа Зачем сохранять Умирающий символ Тоже непонятно И мне кажется Что просто Тут подход Немножечко такой Знаете Дилетантский у нас И больше эмоциональный Мне кажется Что если бы Взялись с точки зрения Действительно Брендирования Вот как вы говорите Это наш бренд Давайте мы его Тогда будем использовать Что бизнесмены Видя что они В этот бренд Вкладываются Тоже зарабатывают Ну как-то вот С такой точки зрения Подходить Как вы думаете Может быть И так Может быть И все-таки Участвовать На каких-то Вот Федеральном уровне Получения Грантов Для развития Вот именно Спорта И пользоваться Всеми возможностями Для того Чтобы возродить Родину А то мы ходим Все время К правительству И ругаем Все время Губернатора Одного Другого Третьего Я даже не говорю О том Что я ругаю Я просто говорю В плане того Что вот В части Где они могут Помочь Реально Если Областная собственность И они ее должны Содержать В надлежащем состоянии Потом арендатор Который взял Помещение Вот это в аренду И сдает родине За немалую сумму В месяц Уж можно По крайней мере За те Баннеры Которые они размещают На этом помещении Денег не брать Это ведь зависит От арендодателя Берет или не берет Но это все Понимаете Это все решения Такие точечные Здесь чуть-чуть Там чуть-чуть А видно Что когда Вот смерть Практически приходит К команде Нужны глобальные Концептуальные решения Да или нет И если да То тогда подход Должен быть К развитию Этой ситуации Совершенно другой Мне кажется У правительства Нельзя все время Вот это вот требовать Они правительственные Поэтому давайте Как хотите А для чего Хотеть Мы в общем-то Решили провести Еще встречу Вот как бы С правительством С представителями Общественности И всех заинтересованных Лиц Вот в ближайшее время Для того чтобы Все-таки Расставить точки над И решить Что делать дальше А кстати Марина Николаевна А отклик какой-то Уже был После 17 числа Сегодня 20 Я вот честно говоря Поскольку у меня Тут это Координационные советы В Минюсте В службе Пристава Я немножко Жизнь от Общественной палаты Поэтому Это наверное Сапаря там нужно Кто у нас Откликнулся Или нет Еще такой важный вопрос А вот от простых Жителей города От болельщиков Родины Поступают какие-то Сообщения Тревожные звоночки В общественную палату Или вы не владеете Ну да В общественной палате Очень много звонков У меня вице-президент В адвокатской палате Он тоже болеет За нашу команду И конечно Очень переживает То есть звонки С поддержкой Что пожалуйста Что-нибудь сделайте Каким-то образом Спасите Что-нибудь придумайте Очевидно Что нужно съесть За круглый стол Многим сторонам И принять в конце Концов решение На уровне Уже решили Не общественные палаты На уровне Правительства области Провести вот такое Совещание И круглый стол Не знаю Как его там Правильно назовут Но решение Было такое Что надо Не тянуть А все-таки Всех заинтересованных И не замалчивать И поставить точки Спасибо Марина Копырина Заместитель Секретаря общественной Палаты Кировской области С нами была на связи На рекламу нам пора Две минуты рекламы Происходящее с командой Родина Насколько вас волнует Такой опрос у нас на сайте Хакирова.ру В нашей группе ВКонтакте На сайте ситуация Сейчас 50 на 50 50% волнует 50% не волнует Но волнует Тоже может быть С разным знаком То есть Волнует Хотим сохранить Волнует Что-то деньги Из бюджета Туда на них идут Волнует И непонятно Что творится с этой командой Вообще Либо со знаком плюс Либо со знаком минус А не волнует Это полное вообще равнодушие Нет никакого интереса Можно я процедурую Руководство области и города Понимая значимость хоккея с мячом Ведет постоянную работу По поддержанию Материально-технической базы Клуба Родина Рад сообщить Что совместными усилиями Удалось решить Непростую задачу По финансированию Нашей ведущей команды Родина И привлечь дополнительные средства Из внебюджетных источников Отныне Генеральным спонсором команды Является Открытое акционерное общество Российские железные дороги Кто сказал, помнишь? Никита Юрьевич Белых В феврале 2016 года Что потом С РЖД-то было Ты не помнишь? А вот как-то мы не в курсе Что потом А это потому что Знаешь, как тоже решалось Вот это то же самое Что сейчас говорят Пусть губернатор решит вопрос И пошел Никита Юрьевич В РЖД Просить лично Так и было А зачем? Вот еще раз Зачем бизнес-структуре Ну один раз дал денег Бизнес Второй раз Смысл какой? Бизнес должен Выгоду какую-то Видеть Как и регион А сейчас А сейчас Ситуацию, которую мы видим А сейчас ситуацию Которую мы видим Это такая ситуация Что знаешь Даже озвучивать не хочется Дайте нам Значит на заплатки Еще на что-нибудь Какой бизнес туда придет? Давай еще информации Почерпнем У нас на связи Андрей Альбертович Маори Исполнительный директор Попечительского совета Хоккейного клуба Родина Все верно? Алло Да, да, да Добрый день Да, Андрей Альбертович Вот непростые очень вопросы Мы задаем И сразу же первый вопрос Вы понимаете Вы не вопросы задаете Вы воду в ступе Толчете на самом деле Это разговоры типа Бла-бла-бла Просто реально Существенное что-нибудь Тогда Андрей Альбертович Смотрите, сегодня Ситуация такова В команде Вот Есть сезон С 16-го и 17-го годов Который никем Не был никогда Не утвержден И когда Губернатор Новый тогда еще Исполняющий обязанности Игорь Владимирович Стал этим вопросом Разбираться Оказалось, что Сумма Бюджета Порядка 130 Там можно по-разному Интерпретировать Миллионов На сегодняшний год Поставлена была Задача Бюджет Команды Оптимизировать Чтобы он был Понятный Разумный И прозрачный Оказалось Надо 76 миллионов Складываем Две эти цифры Получается 200 миллионов Бизнес С помощью Губернатора Во многом Собрал Порядка 30 миллионов Рублей Вот и считайте Дефицит Большой получается Вывод Вывод Андрей Альбертович Что бы не плавала Могу сказать одно Вот вы правильно говорили Значит Если бизнесу Невыгодно Он не вкладывает Рассуждать сегодня Что у нас в стране Самая большая Налогия Это бессмысленно Потому что Это от нас С вами не зависит Зависит от нас С нами Что есть Определенная Монополия Которая работает На территории Кировской области Есть Федерально Интегрированное Предприятие Которое Генерирует Прибыль И способны Из этой Прибыли Выделять На социально Значимые Для региона Проекты Кировская Родина Так же как Театры Так же как Учреждения Культуры Это социально Значимый проект Для определенной Части населения Которая К сожалению Не в состоянии Оплачивать Семостоятельно Вот эти все Хотелки Андрей Альбертович Кто подтвердил Эту социальную Значимость Где какие-то Исследования А кто подтвердил Социальную Значимость Театра Вот вы понимаете Сегодня Команда Родина Это определенный Монок Для детей Благодаря Чему Они идут В секции Хоккея С мячом И как минимум Несколько Сотен Ребят Мы убрали С улицы Они занимаются Хоккеем Ездят по Городам И весям России Прославляет Кировскую область Кстати Хоккей с мячом Для Зимнего Спорта Кировской области Зачет Приносит Больше всех очков Так Между прочим Не поняла Спорт номер один Есть так называемая Система Зачетов Спортивных Мероприятий То есть Рейтинги Областных Спортивных Организаций Водятся Так вот Больше всех очков В копилку Зимних Спорта Видах спорта Приносит Хоккей с мячом Как это Сказывается На уровне Жизни населения На уровне Жизни населения Несколько тысяч Кировчан Получают удовольствие Разве это плохо? Не знаю Надо сравнивать Затраты Вы-то что Предлагаете Закрыть? Как нет вопросов Фактически Можно сегодня Замок вверх Я такого не сказала Я сказала Что вопрос Решается не системно На мой взгляд Что Затыкаются так Дырки Тут взять Там взять А вот Мы перспективу Даже в 5-10 лет Не рисуем Потому что Я-то с вами соглашаюсь Конечно же Что можно Использовать бренд Родины Сохранить его Развить его Но Это не должно решаться Однобоко Не должно решаться В системе Дайте нам денег Мы тут починим Или купим себе Одежду Это должно За круглым столом Должны сесть люди Которые разработают Реальную стратегию И ее будут придерживаться И мы все будем зарабатывать На это Вы очень правильно Говорите Более того Сегодня 20 декабря День рождения Николая Ивановича Шаклеина Мы его поздравляем Поздравляем 2012-2013 Года Благодаря Этой стратегии Было прописано Все В том числе Команда Вовремя Получала зарплату Содержался Испутственный Лед И детские команды Когда закончилась Вот эта программа План развития Значит Стали сатыкать дырки Сейчас Каждый выезд Проблема Где взять то Где взять это Андрей Альбертович Системной работы Нет А насколько Изменилась ситуация Когда было принято На федеральном уровне Решение Что бюджеты Не имеют права Поддерживать Профессиональные команды Как это повлияло Вот на нашу ситуацию Светлана Если честно Она практически Не повлияла Почему Потому что Уже к тому моменту Губернатор Бывший Никита Юрьевич Белых Принял решение Из областного бюджета Не финансировать Наверное Сегодня уже бесполезно Этот вопрос Обсуждать Но так Маленькую ремарку Хотелось бы Сделать Решение Было популистское Но при этом Никите Юрьевич Был один плюс Когда он хотел Он делал Вот нашел Одного спонсора Там РЖД Правда Он не сделал главного Не проконтролировал Деньги Как они расходовались От спонсора Ну это вечная проблема Сергея Владимировича Черечкова Ему Не до пустяков Было Сегодня Вопрос Уже стоит Не на грани того Что быть Или не быть Фактически Уже нет Лучше Ужасный конец Либо кардинально Надо менять ситуацию То есть Мы тут даже С вами соглашаемся Я только недавно Об этом говорила Что нужно сесть В конце концов Обсудить Всем заинтересованным Сторонам И принять Конкретное решение Да или нет Ну понимаете Вот конкретный пример Там будут сейчас Понятно писать Вот он там Стонет Еще жалуется Еще что-то делает Как представитель бизнеса Так сегодня Благодаря бизнесу Команда куда-то выезжает Потому что Других денег нет Причем Не самому крупному Федеральному бизнесу Собрались Вкинули Директор исполнительный Клуба Михайлов Миллион шестьсот пятьдесят Уносит денег Из проданной квартиры Своих Но это не спасает Чтобы команде Надо ехать Это дикость Но это неправильно Самойлов Артем С язвой Желудка Мы его Из армии Сейчас обратно В команду приняли Он не хочет ехать С командой Высшей лигой На выезды Потому что Там не кормят Он едет С командой Мастеров Вот представляете Уровень зарплаты Уровень доходов Сегодня хоккеистов Андрей Эльбертович Все-таки Вот все-таки Вы сказали Ключевую фразу Что лучше Ужасная смерть Чем ужас без конца В ближайшее время Что должно произойти Как вы считаете Как Как нам разрешить Я вам не скажу Чтобы мысли Мои Или слова Не материализовались Ну Не просто все И откровенно говоря Ну губернатор же Не может За всех своих Подчиненных Работать Создают ситуацию Скандальную С юностью Да никто не хотел Из нас Близко с юностью Объединяться Сегодня весь Хоккейный клуб Против Но никто Об этом Не хочет Говорить Там пытаются Искать Виноватых Да виноват Тот человек Который Или группа людей Которые Не советуясь Ни с кем Приняли Это глупое решение Сегодня Команде Мастеров Надо И по детской Школе Просто Собраться Может быть Первому лицу Сказать Вот команда Нужна Давайте план И будем По нему Работать Потому что Проходит Вообщество И палате Круглый стол Туда министр Спорта Не приходит Ссылается На командировку Потому что Вопросы острые Надо решать А не может Или не хочет Скорее всего Не может Понятно Спасибо Андрей Маури Исполнительный директор Попечительского совета Хоккейного клуба Родина Но сколько лет Мы уже Вот так Володя Здесь Выслушиваем Обсуждаем Мы знаем цифры Что финансирование Падает И это Это конечно Ситуация Очень деморализующая Прежде всего Правда Вот надо как-то Вырабатывать Какое-то Концептуальное Действительно Решение И хотелось бы Определенности У меня есть надежда Что все-таки Это решение Или по крайней мере Там Наметки Этого решения В правительстве Есть И просто Сейчас Не тот момент Когда нужно Ее выносить На паблик Но В силу Обстоятельств Которые мы уже Обсуждали В начале Программы Но Тянуться так долго Конечно Не может Потому что Вот эта история С тем Что людей Не кормят На выезде Но это уже Совсем никуда Не годится Наверное Самое Наверное Простое Что мы можем Сделать Это Прийти на матч Родины Поддержать Как-то команду Я не пойду Не пойдешь Нет Хотя я не против Я думаю Что есть возможности Какие-то идеи Просто здесь нужен Немножко другой подход Невозможно Все время Жить на этом А вы помните Это могло бы быть Если могло бы быть Давайте сядем И решим Посмотрим Отсудим Просчитаем Научные выводы Какие-то Сделаем Что это дает Конкретно региону Каждому из нас Я не против Я могу не ходить На матч команды Родина На стадион Но если Бренд команды Родина Ее сохранение Этот стадион Сделает Супер Современным И крутым Я поддержу Существование Команды Родина Ну то есть Должны быть Какие-то Такие связки В общем С надеждой И верой В светлое будущее Мы завершаем Первую часть Дневного разворота Надеемся Что на следующей неделе Правительство Озвучит какие-то решения Или хотя бы шаги До нового года Какая-то позитивная информация Появится Надеемся на это Не прощаемся Второй час Через 20 минут Сейчас новости Тематические программы Оставайтесь с нами Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают